Вестник Северодвинска Вестник Северодвинск 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 В день памяти жертв политических репрессий здесь по традиции состоится возложение цветов и пройдет панихида. Ксения Юдина, Семен Семен Семегулин, Вестник Северодвинска. За лето в Северодвинске отремонтировали асфальт на более чем полусотни объектов. За счет сэкономленных на конкурсах денег удалось положить асфальт еще в четырех дворах. В их числе железнодорожная 2В и Мира 40. Туда сегодня и отправился мэр Северодвинска Михаил Гмырин с проверкой. Также во время объезда принято решение о ремонте одной из дорог. Таким труднопроходимым двор на пересечении железнодорожной и Первомайской был в августе. Рядом налоговая инспекция и банк, но подъехать к ним было сложно. Тогда Михаил Гмырин дал поручение отремонтировать внутриквартальный проезд. Сегодня проверил, как выполнено задание. Работы завершены возле железнодорожной 2В. Необходимо продолжить асфальтирование и рядом с Первомайской 3. На Торцево 55 заезд во двор тоже требует ремонта. Надо вообще подметить будет. Может быть нам хотя бы грамулянтом подсыпать здесь. Поручение направлено в Комитет ЖКХ транспорта и связи. Затем комиссия отправилась на Ягры. Глава города проверил, как заасфальтирован двор на Мира 40. Работы выполнены. Для отвода воды сделан уклон. Всего в этом году ремонт прошел по 60 адресам. Коммунальщиков мэр также попросил определиться с планами на следующий год. Кроме того, при осмотре на Яграх принято решение о ремонте в 2017 году улицы Мира от Логинова до Бутомы. В Северодвинске сегодня простились с профессором филиала САФУ Виктором Гальпериным. Он скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Профессор кафедры судовой электроэнергетики и электротехники, кандидат технических наук, заслуженный работник высшей школы, член-корреспондент Инженерной академии наук страны, всю свою трудовую жизнь посвятил Севмаш в Тузу. Виктор Гальперин там работал с 1969 года. Прошел путь от преподавателя до директора. Церемония прощания сегодня состоялась в доме Крабила. Виктора Гальперина похоронили на старом кладбище Северодвинска. Их сумоист один из самых-самых. Ученики 17-го лицея вернулись с международного фестиваля робототехники. В Москве их робот-сумо превзошел практически всех соперников. В чем его особенность, расскажут сами лицеисты. Так вот, по деталям робота-сумоиста в 17-м лицея усовершенствовали за два дня. Больше времени ушло на рождение идеи и ежедневные тренировки. Сидели до 10 вечера. В команде Семен и Арсений работают давно. На фестиваль робофинист уже ездили, но на этот раз результаты выше. Два первых и два вторых места за эстафету и робота-сумоиста, который буквально нокаутировал своих соперников. Его лицеисты модернизировали из старой модели. Посмотрев конструкции роботов участников прошлогодних соревнований, которые заняли призовые места, взяв у них какие-то фишки, идеи, например, выкидывающийся подхват, который подцепляет робота-противника, то есть внесли некоторые изменения в прошлогоднюю конструкцию, поняли, что все-таки она не годится уже на эти соревнования и собрали совершенно новую. Задача само вытолкнуть противника из круга. Собирается основа, а позже она уже модернизируется, улучшается, ну, в зависимости от того, как она себя показывает в боях. По ошибке робот-сумо реагирует на камеру и стулья, поэтому все предметы нужно удалить на максимальное расстояние, оставив соперников один на один. На международных соревнованиях поле для такого боя гораздо шире. Организацией поездки на фестиваль занимались в основном родители. От идеи тренировок до моральной поддержки на месте событий. Говорят, нервов ушло много, но оно того стоило, ведь шли к победе не один год. Это обычная мальчишеская увлеченность машинками и прочим. Лего в магазинах во всех есть, поэтому вышло из обычного лего, естественно. А где-то с 4-5 класса стал интересен программируемый лего. И вот, скажем так, активное занятие с 5 класса идет уже 4-й год. В команде северодвинских лицеистов на фестиваль ездили и начинающие робототехники из 6 класса. Чемпионы города в Москве заняли 5 место. Но не расстроились, пример есть, опыта наберутся. Валентина Приходько, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. В черте города замечены дикие животные. Эти фото выложили в сеть посетителя центрального универмага. Рядом с крыльцом замечена андатра. Вероятнее всего, прибежала с театрального озера. А эти фото уже из Ягринского бора на сосне куница. Как пишут пользователи интернета, эти животные были также замечены на улице Железнодорожной и рядом с одной из школ города. Добавлю, у куницы острые клыки и когти. Она может покусать человека, защищая свою нору. Теперь о погоде расскажет Небесная канцелярия. Природа готовит нас к наступлению зимы, плавно снижая температуру день за днем. Здравствуйте. О погоде во вторник после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Архангел Городец побежал догонять любимую, но споткнулся и выпал с седьмого этажа. В Северодвинске на победы мужчина вышел в окно с восьмого этажа. О происшествиях расскажем в рубрике «Протокол». В городе Корабелов поставят щелкунчик. Отделение классического балета открылось в НТЦ «Звездочка». Из Москвы в Северодвинск переехал ведущий салис театра кремлевского балета. И в конце выпуска о спорте. Турнир по боксу в Северодвинске поддержали 87 бойцов всех поколений. Вас приветствует наш спонсор – строительный инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». День рождения нам – подарки вам. В честь своего 13-летия строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» дарит каждый 13-й квадратный метр квартиры. Звоните 52400. Во вторник, 11 октября, по данным сайта Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ожидается ночью 4, днем до 7 градусов тепла. Ветер западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. И к вечеру составит 773 мм ртутного столба. Переменная облачность и без осадков. А в народном календаре 11 октября – харитонов день. На Руси он считался недобрым, поэтому приходилось проводить его в безделье и старались не выходить из дома совсем, даже во двор. И откладывали уборку и любые домашние дела. Но не откладывайте поход к нашему спонсору. «Аквилон Инвест» дарит подарки в честь своего 13-летия. Бесплатно каждый 13-й квадратный метр квартиры. День рождения нам – подарки вам. Звоните 52400. На этом пока все. До встречи. Только 11 и 12 октября в НТЦ «Звездочка» на острове Ягры Ивановская текстильная ярмарка. Комплекты постельного белья, подушки, одеяла и пледы. Женский и мужской трикотаж. Ивановская текстильная фабрика – все для вашего дома. 11 и 12 октября НТЦ «Звездочка» – остров Ягры. Внимание, дачникам не пропустите удачное событие. Всех, кто присылал нам свои видео загородных участков, пушистых помощников, вкусных рецептов и полезного творчества, ждут на церемонии награждения. Имена победителей программы «Дачник удачник» назовем 15 октября в 14 часов в доме Корабела. Вы смотрите «Вестник Северодвинская», мы продолжаем. В эти минуты в драмтеатре отмечают городской день первокурсника. Для них праздничные представления и посвящения в студенты. Нынешний поток, кстати, отличается патриотизмом. 30% вчерашних абитуриентов остались северодвинский и архангельский. Самыми популярными специальностями стали кораблестроение и иностранный язык. Далее подробно. До начала официального посвящения целый час неформальное началось уже в фойе. Здесь первокурсников посвящают в медике. Как работать с динамометром, измерять давление и пеленать ребенка. А эти аниматоры – будущие инженеры судостроительных заводов. В драмтеатре несколько тематических площадок. Гуманитарный институт САФУ подготовил для первокурсников стену обещаний, фотозона и моментальную лотерею. В официальной части выступили творческие коллективы всех специальных учебных заведений Северодвинска. Первокурсники этого года отличились при поступлении высокими показателями знаний. Так, из тысячи выпускников 11 классов более 600 получают высшее образование. И 30 из них поступили в учебные заведения родного города. Управление образования сопоставляет статистику по каждой школе. Выпускники 17-го лицея в этом году следуют общей тенденции. Они выпустили всего 101 человек. Ну, неудивительно, что в ВУЗы поступило 100. Вот. Но в пределах Архангельской области осталось 30. То есть, это примерно одна треть выпускников, которые, значит, не уехали в другие города, остались у нас здесь, я так полагаю, что это связано с созданием федерального университета, все-таки остается в городе Северодвинске. Из 14-й гимназий, например, родные вузы и техникумы выбрала половина выпускников самой популярной специальности в САФУ – кораблестроении и иностранный язык. У нас и на инженерный, и на технический, и на социально-гуманитарный направление подготовки отличался очень большой приток абитуриентов. Несколько раз больше, чем это было в прошлом году. Причем стоит отдельно отметить, что ребята шли более целенаправленно. То есть, они понимали, на какое направление подготовки они хотели бы поступить. В этом году, кроме того, почти на 30-50 пунктов выросли проходные баллы. Сюда я решил пойти, наверное, два года назад, так как побывал здесь на конкурсе научно-технического творчества. На конкурсе, да, я представлял проект космического аппарата. Вот здесь, ну, выиграл этот конкурс. Сейчас я ученик, а потом буду непосредственно работать с, как сказать, двигателями корабля, с турбинами, генераторами. Вот. А там можно подниматься дальше, там, начальника до инженера главного. Два жирных плюсов в пользу родного вуза, потому что рядом и возможность трудоустройства. В этом году на технические специальности бюджетные места не урезались, а нынешние первокурсники задали высокую планку знаний. Например, на кораблестроение в прошлом году проходные мечтали 143 балла, а в этом уже 216. В техникуме также уровень абитуриентов вырос. Средний балл по аттестатам 4, а не 3,7, как и в 2015. Приемная комиссия, кстати, еще работает и для заочников, и тех, кто не пришел на бюджет. Документы принимают до 20 октября. Валентина Приходьев, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. Северодвинка улетела жить в Бразилию с долгом 300 тысяч рублей. Однако северодвинские приставы достали должницу. Задолжала она по кредиту. По месту регистрации женщины не оказалось. О переезде матери в Бразилию сообщила дочь и пообещала передать ей информацию о долгах. Вскоре необходимая сумма была перечислена. О происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Магазин рыбак». Был сзади него, вот он за Машей выбежал, я выбежал за ними. И он хлопнулся, что я здесь при чём? Этот мужчина рассказывает о последних минутах жизни 38-летнего Архангела Городца. Накануне днём мужчина выпал из окна жилого дома на проспекте Ленинградском. По предварительным данным, пострадавший распивал спиртное у знакомого два дня. За ним пришла жена и произошла ссора. Женщина выбежала на лестничную площадку и стала спускаться вниз. Супруг побежал вслед за ней. На площадке мужчина споткнулся на лестничном пролёте, разбил окно и упал вниз. Поступило сообщение, что мужчина упал на козырёк подъезда. По приезду на место выяснилось, что действительно мужчина с седьмого этажа выпал на козырёк подъезда. Врач поискового спасательной группы констатировал смерть до приезда ПСГ. Травмы, несовместимые с жизнью. Похожий случай произошёл и в Северодвинске в ночь с субботы на воскресенье. 30-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа на Победы 50. По предварительным данным, до трагедии пострадавший употреблял спиртные напитки с другом. Сам он вышел из окна или ему помогли установить следствие. Пострадавший скончался на месте. На этих кадрах горит нежилой двухэтажный дом на Республиканской 33. Пострадавших нет. В результате пожара повреждены 15 квадратных метров наружной стены. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём посторонних лиц. В минувшие выходные горело и на юбилейной 21 «Корпус-1». Огонь полыхал в магазине. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление из-под кровли. Двери и остекления магазина были закрыты. Сообщение поступило о пожаре ЧОП «Витязь». Значит, сработала пожарная сигнализация. Никто не пострадал. В результате возгорания повреждено складское помещение и холодильная установка. По словам пожарных дознавателей, версию поджога исключают. Огонь, скорее всего, вспыхнул из-за короткого замыкания электрооборудования холодильника. Владелец оценивает ущерб. Товарестроение не застраховано. Эфир продолжит рубрика «Культурный город». 23 октября в 18.30 в ЦК «ИОМ». Ирина Астахова с новой программой «Карманная планета». Билеты можно приобрести онлайн на сайте bilet29.ru. В кассе ЦК «ИОМ» «Бычука-2» и в кассе Дворца молодежи «Строитель». Здравствуйте. Гармония музыки и танца. История, рассказанная движениями. Все это классический балет. Искусство, которым невозможно не восхищаться, пришло и в Северодвинск. Ведущий солист Театра Кремлевского балета, а ныне новый балетмейстер НТЦ «Звездочка» Юрий Белоусов, учит северян языку этого танца. Он танцевал в балетах «Лебединое озеро» Руслану Людмилу, а в «Синем Боге» на одной сцене выступал с народными артистами России Николаем Цискоридзе и Ильзой Лиепой. За плечами Юрия Белоусова 26 лет танцев. В 1988 году Юрий окончил Новосибирское хореографическое училище. Савиировал на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета. Попал в училище хореографическое. И, в принципе, тяжело очень было. Очень тяжелая жизнь. Ну, детства не бывает в балете. Там выходишь сразу на сцену. Получается, мы во всех спектаклях были заняты. Вообще. И до конца курс. Любовь к растяжке, пластике и грации ведущий солист театра кремлевского балета Юрий Белоусов теперь прививает и юным северодвинцам. В сентябре по личным обстоятельствам он переехал из Москвы в Северодвинск и теперь трудится в НТЦ «Звездочка». Сейчас идет занятие у средней группы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я научилась садиться на правый шпагат. Сначала у меня все получилось на левый, но я потом научилась на правый шпагат. Глядя на балетмистера, девочки стремятся выполнить движение идеально. За годы своего творчества их преподаватель исполнил множество как ведущих, так и сольных партий в балетных спектаклях. В творческом багаже артиста есть такие роли, как принц в балете «Золушка», «Наполеон», «Квазимода» и «Испанская кукла» в «Щелкунчике». Я хочу поставить спектакль с «Щелкунчиком» здесь. Ну, «Щелкунчик», он как бы раскрывает полностью детей в этом спектакле. Главное, чтобы классика, а классика, в принципе, это основа всех танцев получается. Это все народные танцы дальше идут. И современные тоже отталкиваются от классики. Работа над постановкой «Щелкунчика» уже началась. Как и развитие нового для северодвинских танцоров направления – классический балет. А активисты еще одного детища-звездочки – туристического клуба «Беломорец» – вернулись с очередной культурной экспедиции. На велосипедах они покоряли Белоруссию, Северный Кавказ, Крым, поднимались на Эльбрус. А сейчас преодолели 800 километров. Выяснили, где родилась электросварка. Родина создателя первого электрода в Ивановской области. В 1998 году в городе Лух официально открылся музей изобретателя Николая Бенардоса. Подлинные чертежи, атласы, приборы, двигатели – единственный в России музей электросварки – хранит более сотни экспонатов. В музее были и тематические встречи. Одна из них прошла с ветераном Великой Отечественной войны Анной Гавриловой. 95 лет, была зенитчатой. Ее одну из многих девчонок забрали из Иваново на войну. И вот она сначала охраняла небо Москвы, столицы нашей Родины, а потом уже стреляли и даже по Берлину. То есть она такая боевая девчонка была. Вот и бабушка очень нас заворожила. В свое следующее путешествие активисты-звездочки отправятся следующим летом. На велосипедах они поедут до Тулы. Это порядка полутора тысяч километров. Таким был культурный Северодвинск сегодня. Увидимся завтра. Подходи, не скупись, покупай, торопись. Покупайте с удовольствием продукцию ОАО «Северодвинск молоко». С добрым утром, Северодвинцы! В эфире наша новая утренняя программа. Просыпайтесь вместе с нами, и вас ждет отличное утро. Ребята, это не ваше судно. Ну вы не могли раньше сказать. Блин, зря только кофе налил. Спонсор рубрики «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездочка». «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездочка»» Чемпионаты первенства города по боксу показали, что этот вид спорта в Северодвинске успешно развивается. За два дня на ринг вышли 87 бойцов всех возрастных групп. Для старших боксеров турнир стал последней проверкой перед всероссийским соревнованием в столице Поморья. Один из судей соревнований, Вадим Солодов, представил этого бойца дядькой любительского бокса Северодвинска. Виктору Серба 33 года и своим многолетним профессиональным отношением к любимому спорту он показывает хороший пример начинающим бойцам. Вить, ну, этот турнир показывает то, что в Северодвинске вот тебе нет соперников, а молодежи очень много. Ты рад этому факту? Да, это говорит о том, что мы идем правильной дорогой. Это говорит о том, что мы движемся именно туда, куда нужно, потому что два-три года назад у нас было 15 человек всего, и соревнования проходили за один час. А сейчас такое большое количество детей, меня это радует, это очень хорошо. Из нового поколения боксеров отметим талантливых бойцов, братьев Ивана и Марка Потаповых, а также Дениса Каплича и Глеба Гагарского. Но для старших юношей, юниоров и взрослых боксеров мало было победить на домашнем ринге. Каждый бой нацелен на подготовку к турниру класса «Б» памяти тренеров Рыбина и Антуфьева. Первые места мы уже знаем. Мы их спарим между собой для того, чтобы провели лишний бой перед предстоящими соревнованиями с российским турниром в городе Архангельске с 13 по 16 октября, который состоится. Ожидается приезд уже команды Израиля, Киргизии, Ленинградской области, Московской области, Коми, Вологодской области. Почетным гостем представительного турнира станет чемпион мира среди профессионалов по версии WBC Григорий Дрозд. Перед именитым тяжеловесом выступят северодвинцы Артем Соснин, Никита Акентьев, Михаил Еремин, Леонид Неронов и Виктор Серба. Всего наша команда насчитывает 20 человек. Это полезный опыт. Он нужен был, безусловно. Жаль, что всего один бой провел. Поэтому чувствую себя немножко неудовлетворенным физически. Все, что я хочу, это достойно себя показать, не ударить в грязь лицом перед гостями области, перед гостями нашей страны. И надеюсь, что я буду боксировать с сильнейшими ребятами на этом турнире. Турнир пройдет в Центре развития спорта Норд-Арена. Выступит на поморском ринге и воспитанник нашей школы бокса, ныне выступающий за Санкт-Петербург, серебряный призер первенства Европы Вячеслав Литовальцев. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. В столичном бассейне Водник прошел Кубок Архангельской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Северодвинский тандем Николая Смирнов и Евгения Ваккари вновь завоевали медали. Черствая формулировка, ограниченные возможности здоровья расходятся со взглядами на жизнь этих целеустремленных и сильных духом людей. Потеря зрения для них не приговор, и они в очередной раз доказали, что и в таком положении можно выигрывать и получать радость от занятия спортом. Николай Смирнов и Евгений Ваккари завоевали четыре золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров брасом. Характер у них, конечно, очень крепок, потому что, ну, уже повторяю, что здоровые так не работают, как они, потому что нужна цель быть по жизни. Чтобы слепым еще вот так везде участвовать, потому что кроме плавания, они и в жизни общественной участвуют. Ну, в общем, молодцы. Наши спортсмены показали отличные результаты, несмотря на начало сезона. Большой минус в том, что ребята тренируются и выезжают на соревнования за свои средства. Сейчас Евгения и Николай будут готовиться к чемпионату Архангельской области по плаванию. На сегодня у меня все. Материалы выпуска вы можете посмотреть на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Торговая сеть «Медвежонок». Обувь для любимых детей. Спонсор рубрики «Северодвинский торговый центр». Во вторник, 11 октября, по данным сайта Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ожидается ветер запас. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok